Это специальное видео для участников гонки Наша Победа о выборе трейловых кроссовок. Я буду делиться своим мнением, с которым вы вольны не соглашаться. Но, тем не менее, я уверен, эта информация будет полезна и новичкам, и тем, кто уже бегает, для того, чтобы сформировать свою точку зрения и уже подходить к выбору кроссовок более осознанно. Итак, поехали! Я расскажу о том арсенале, который есть у меня, о его плюсах и минусах. И это послужит вам полезной информацией к действию. Я начну с таких кроссовок. Достаточно дешевый Adidas Arcadia Trail. Здесь есть такие две петелечки. Я проигнорировал тот факт, что здесь есть вот такие вот выточки в подошве, в резине. Здесь резины нет, некоторые производители грешат этим. У Adidas есть еще другая модель, Agravic Speed, у которой прям большие дырки на подошве. Я абсолютно уверен в том, что подошва должна представлять из себя цельный лист резины без каких-то там извращений. Грешили такими дырками еще были Salomon Sense. В шестой модели они уже избавились от этих дырок. И у меня были Saucony Perigree. Там такие дырки менее выраженные, но все равно это не играло на плюс. Главная проблема этих выточек в том, что я бегу на носок, и когда гонка представляет из себя длинный трейл по дорогам с камнями, то камни вот прям они попадают обязательно вот в эти вот дырочки и начинают накалывать стопу. В горах тоже эти дырки ни к чему хорошему не приводят. Соответственно, эти кроссовки разработаны теми, кто бегает исключительно по лесу, по мягким тропинкам, где нет камней и дорог, мощенных камнем. В Сочи таких дорог очень много, поэтому такая подошва не самый лучший выбор. Вверх кроссовка. Не скажу, что здесь что-то есть особенно интересное. Резина. Обязательно следует обращать внимание на резину, чтобы она была хорошей. Эта резина сделана трекшн, Адидасу практически все резины трекшн. Есть некоторые образцы из спортмастера, которые я абсолютно не рекомендую. Вообще в спортмастере не рекомендую брать трейлевые кроссовки фирмы Demix. У меня был печальный опыт. К сожалению, резина, из которой они делают, они там пишут типа супер трекшн или что-то там еще. А, супер грипп. Но никакого гриппа, никакого сцепления с камнями абсолютно нет. Если камень чуть-чуть влажный, все, вы поедете. Самая лучшая подошва, с которой я сталкивался, это Asics Fuji Trabuco 7. Я участвовал в тесте. Сейчас вышла восьмая модель. Резина исключительная, липучая. Поэтому, если вы хотите липучие кроссовки, то я их рекомендую. У них есть легкие версии, у Fuji Trabuco тяжелые. В общем, если нужно хорошее сцепление, то это Asics. По верху здесь докопаться, в принципе, не к чему. Хорошо удерживают стопу, но язычок сделан такой гуляющий, и поэтому он часто смещается в сторону. Вес кроссовок этих больше 300 грамм, по-моему, 320. Я бы ориентировался для тренировочных кроссовок в моем размере. У меня размер 29,5 я беру в сантиметрах. 320 грамм, по моему мнению, это оптимальный такой пороговый уровень, дальше которого переходить не стоит. Предшественник, что я бегал до этого, это Adidas AX2. Тоже достаточно неплохие кроссовки, протектор уже подстерся. Тоже трекшн. Язычок здесь сделан более интересным образом. Если присмотреться, он уже здесь на таких вот пришивочках и с той, и с другой стороны. То есть, у него гуляет только вот небольшая часть, если посмотреть. Вот. Это более правильное, на мой взгляд, решение. И оно более удобное, потому что язык уже не гуляет. И здесь, соответственно, нет петельки для того, чтобы продевать шнурки. В трейловых кроссовках Adidas не делают эту дополнительную дырочку, которую очень многие любят. До этого еще прям предок-предок. Я бегал вот в таких Swift Air с Gortex. И что я хочу сказать про Gortex, то что он работает не так, как не хочется. Наверное, где-то Gortex работает хорошо, но, к сожалению, в кроссовках, в тех, которых я бегал, мой опыт оказался неудачным. Я тестировал по дождю, буквально минут 15-20, и Gortex начинает промокать. Промокает он сначала на месте сгиба, и потом все это распространяется дальше. Для длинных трейлов, там, час-два-три, я бы не рекомендовал Gortex, потому что, если нога промокнет, то она будет очень долго сохнуть. Естественно, убивает вода, кроссовки, влажность больше, чем что-либо другое. Можно посмотреть очень сильно. Здесь износился верх, и это как раз все происходит от влажных условий. Здесь пластиковый стакан на пятке. Пятка удерживается отлично. И вот эта вот удерживающая система, она тоже из пластика. С той и с другой стороны. Если посмотреть на AX2, то эта удерживающая система, она уже из обычных строп. Если на кроссовке очень много всяких декоративных элементов, как на этих, то грязь будет застревать во всех этих элементах, и мыть кроссовок будет дольше. Соломоны сейчас делают кроссовки абсолютно гладкие, из одной тряпки смахнул, и все, у тебя нет никакой грязи. Важная деталь еще, которая в Swifter, которая мне нравится, это система быстрой шнуровки. Быстрая шнуровка это неоспоримый плюс по сравнению со шнурками. Быстрая шнуровка не развяжется, если вы будете бежать через какие-то там кустарники и, не знаю, заросли, чего-нибудь. Быструю шнуровку очень кроссовок на переправах расстегнули, вынули, снова одели, побежали дальше. Часто быструю шнуровку делает Solomon. Сейчас почему-то снова все переходят на шнурки, хотя это дольше и менее удобно. В некоторых моделях есть система Boa, это такая крутилочка, это еще удобнее, чем вот такая штука. Поэтому, если хотите кроссовки для удовольствия, то я рекомендую с быстрыми шнурками или системой Boa. Обычные шнурки тоже хорошо, тоже нормально, модели с обычными шнурками будут дешевле, но если вы хотите прям что-то такое надолго и хорошо, то убирайте быструю шнуровку. Еще один представитель, который у меня есть, это Mizuno e-booki. Wave e-booki. Я сомневался, что эти кроссовки мне понравятся, но тем не менее очень интересная модель. Если обратить внимание на подошву, то подошва здесь с неярко выраженным протектором. Он такой, можно сказать, почти шоссейный, но они позиционируются как трейловые. Если взять само слово кроссовки, то слово происходит от слова кросс. Кросс это бег по естественному рельефу. И в принципе бегать по тропам можно в обычных кроссовках тех, которые есть у вас сейчас. Поэтому не надо там особо какого-то ядреного протектора для того, чтобы начать бегать по трейлам. Одевайте то, что есть и бегите. Уверен, пробежать можно все. Единственное, может быть чуть-чуть больше и дольше времени вы потратите. Здесь протектор невыраженный. Он такой для всего. И я бы обозначил этот формат как City Trail. За моим окном есть немножко такой небольшой рельефистый парк с лесными тропками. Они как нельзя лучше для него подходят. Сильно зубастые кроссовки, такие как Рокадия, там не нужны. Потому что до этого парка нужно бежать по асфальту, по бетонным дорогам. И только потом я оказываюсь на естественном рельефе. В таких кроссовках я ничего не опасаюсь. Добежал, побежал. Все классно и хорошо. Здесь достаточно интересные шнурки. По внешнему виду, к сожалению, ничего сказать нельзя. Но по ощущениям они из такого очень материала, который сильно трется. Поэтому если они просто завязываются, то не должны развязаться. Но у меня развязывались при пробеге через кусты. Поэтому... Ну а здесь есть вторая дырочка. Если Adidas не любит вторую дырочку, то у Mizuno вторая дырочка есть. Они развязываются, поэтому надо завязывать марафонским узлом. И прятать шнурки под шнуровку. Те, кто хочет знать, как это завязывается, посмотрите отдельное моё видео в инстаграме. Где-то оно там есть. Если у вас кроссовки вот такие вот прям из пены, из пены. Здесь резина вот получается только в пяточной части, в носочной части немножко резины. И сама подошва, она вот представляет из себя вот такую вот разрезанную резину. В таких кроссовках трейлы бегать я абсолютно не рекомендую. Пена на подошве, она будет скользить. Если будет чуть-чуть влажно, будет совсем хорошо скользить. Поэтому должна быть... Чем больше резины, тем лучше. И, конечно, не должно быть никаких вот таких разрезов. Трейловые кроссовки ни в коем случае не нужно выбирать размер в размер. Обязательно должен быть запас. Если сунули ногу, распустили шнурки, продвинули ногу к носку, уперся большой палец, сюда должна быть возможность запихнуть один палец. Если это не происходит, кроссовки малы и в случае бега продолжительного, не очень продолжительного, если палец будет упираться в кроссовок, обязательно на трейле встретится какой-нибудь пенек, камень, об который можно будет запнуться. Можно заработать черный ноготь либо от давления из-за того, что кроссовок давит, либо от удара. Ударов будет много, сразу говорю, поэтому в носочной области желательно буферное пространство, которое будет ничем не занято. Еще одна важная деталь, на которую стоит обратить внимание, это перепад от носка к пятке. Есть модели, у которых перепад нулевой, но я не рекомендую такие кроссовки, потому что очень сильно будет уставать икроножная мышца. Стандартный перепад 10 мм, можно опуститься до 8 мм, ниже 8 мм, я бы не стал опускаться, потому что икра будет работать в более усиленном режиме и это не принесет вам удовольствия, особенно на длительных пробежках. Износ трейловых кроссовок проходит намного быстрее, чем шоссейных, потому что грязь, вода и прочие негативные факторы устраивают серьезную им проверку, изнашивается сильно вверх, рвется, появляются дырки. Но это нормально, поэтому если вы любите горы, леса, то придется за это удовольствие немножечко платить. Платить достаточно адекватные деньги, мой арсенал кроссовок, каждая пара, она стоит не дороже 4000 рублей. Сейчас цены чуть-чуть подросли, но тем не менее есть распродажи, на которых можно найти достойные варианты за небольшие деньги. Желаю вам удачи, карантин скоро закончится, а лето начнется. Бегайте с удовольствием! Бегайте с удовольствием!